Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Амазон прямо сейчас ищет блокчейн-экспертов, и на самом деле мы ждали этого момента уже минимум полгода, но по ощущениям как будто целую вечность. Все мы знаем, что если Амазон интегрирует криптовалюты, это станет мощнейшим катализатором для рывка биткоина вверх. Потому что если ты можешь купить все что угодно на Амазоне с помощью биткоина напрямую, это очень важно, напрямую, это будет невероятным сценарием использования для биткоина, учитывая то, что такое биткоин и какие масштабы он имеет. Более того, эти масштабы из года в год растут. Так что интеграция биткоина в Амазон имеет не только краткосрочный эффект, но и долгосрочные перспективы, и очень большие. PayPal уже делает что-то подобное, но история с Амазоном будет совершенно другой, она будет масштабнее и глобальнее. Также очень много вопросов задается и насчет Амазон Коина, то есть собственной криптовалюты Амазона, которая уже авансом рассматривается угрозой доллару, точно так же как LibraCoin в свое время от Фейсбука. У них же так много пользователей, что собственная цифровая валюта действительно может подвинуть доллар. И все это до сих пор находится на уровне слухов, а не официальных заявлений. Но сегодня я покажу тебе, почему все эти слухи могут оказаться правдой. Ведь практически незаметно для всех, Амазон уже купил три доменных адреса. В октябре 2017 он зарегистрировал домен AmazonEthereum.com. Кроме этого, у него есть еще два домена AmazonCryptocurrency.com и AmazonCryptocurrency.com. Интересно то, что из этих трех доменов лишь один именной, то есть называется по названию криптовалюты, которая уже существует AmazonEthereum.com, а не AmazonBitcoin.com. Наталкивает на мысль, что именно Ethereum находится в поле зрения Амазона. А уже вчера стало известно, что техногигант Амазон находится в поисках специалиста по цифровым валютам и блокчейн-продуктам, который глубоко понимает цифровую криптовалютную экосистему. Вот так выглядит эта вакансия на сайте AmazonJobs. Судя по тому, кого они ищут, они также работают и над системой, которая позволит их клиентам конвертировать деньги в цифровую валюту. А значит, криптовалюта сможет использоваться не только для покупок, но и для таких сервисов, как Prime Video от Амазон. Все это в совокупности подтверждает, что Амазон уже как минимум 3 года работает либо над своей собственной монетой, либо над интеграцией как минимум Ethereum в своей сети. А возможно и над тем и над тем. Это очень большие новости. Я думаю, даже покупка биткоина компании Apple не станет таким же мощнейшим рычагом для криптоиндустрии, как ее интеграция в Амазон. Покупка Apple – это кратковременный эффект для рынка, как покупка Теслы. Интеграция же в Амазон – это большие и долгосрочные способы использования и повышения ценности биткоина, эфириума и других криптовалют. Я говорю ценности, имея в виду даже не цену этих активов на рынке, а их полезность, которая явно вырастет с добавлением в сервисы Амазон. Пока что все это только спекуляции на основе имеющихся данных, но что-то мне подсказывает, что так оно все и случится. Учитывая то, что Твиттер недавно прямым текстом сказал, что биткоин – это его будущее и он будет обязательно интегрирован в сервисы Твиттера, очевидно, что этот тренд игнорировать никак нельзя. Если, конечно, не хочешь остаться неконкурентно способным. И раз Амазон ищет криптоспециалистов, то он это тоже понимает. Плюс на это есть спрос. Иначе бы этим никто бы не занимался вовсе. Теперь к ситуации на рынке. Сегодня я рассказал про 5 условий, необходимых для продолжения роста в этом видео. Ссылку на него оставлю в описании. Если ты его не видел, обязательно посмотри. А сейчас я хочу дополнить сказанное предупреждением всех трейдеров на биткоине и криптовалюте. Начнем с того, что институционалы продолжают покупать биткоин. В отчетах комиссии по ценным бумагам и биржам США сегодня стало известно, что Edge Wealth Management, которая находится в Нью-Йорке, сообщила о 54 тысячах акций Грейскейл Биткоин Траста. В декабре 2020 их было 37,5 тысяч. Как мы видим, они увеличили свои инвестиции в Биткоин Траст от Грейскейл. Да, это не физический биткоин, это скорее биткоин-дериватив. Но если ты покупаешь его, то надеешься на рост биткоина, чтобы получить прибыль. Я заметил также, что многие очень возбуждены тем, что сказал Илон Маск на B-Word. Но давай обсудим это более детально. Да, Маск сказал весьма позитивные вещи и развеял давние сомнения. Но, будем честными, эффект от этого выступления явно не будет иметь долга и даже среднесрочного характера. Это краткосрочное явление, которое влияет на рынок лишь на коротком таймфрейме. Поэтому теперь нам надо узнать, что такое шорт-сквиз. Шорт-сквиз – это резкое повышение цены актива из-за недостатка предложения и избытка спроса. Избыток спроса как раз-таки может быть спровоцирован неким кратковременным событием. На графике шорт-сквиз может выглядеть подобным образом, когда после резкого подъема наблюдается откат цены обратно. Многие новички попадаются в эту ловушку. Когда они видят, что биткоин растет на 35, 36, 38, 40 тысяч долларов, они заскакивают на локальном пике и потом продают все нападение вот здесь. И остаются ни с чем. Так что будь очень осторожен. На сайте seafollow.com я нашел вот этот график, который предупреждает о том, что шорт-сквиз на биткоине очень-очень вероятен, причем до 40 тысяч долларов. Забавно, что сегодня я тоже предполагал такую же цену биткоина, но только при соблюдении 5 условий для роста. На сайте cryptoquant.com я нашел более подробное объяснение этого графика. Вот что они пишут. Коэффициент кредитного плеча, то есть отношение личных денег трейдера к торгуемому объему, который состоит из личных и кредитных денег, достиг уровней, которые наблюдались на пике в марте и апреле 2021. Финансирование все еще немного отрицательное, что показывает более высокий интерес к коротким, а не длинным позициям. Если биткоин сохранит нижний диапазон в 30 тысяч долларов, то короткие позиции начнут сжиматься, что может привести к шорт-сквизу в ближайшие дни или недели. Так что будь к этому готов. Это может быть очень глобальная ловушка, на которой многие трейдеры потеряют очень много денег. Также об этом говорит и Вилли Ву, популярный биткоин-аналитик. Он говорит про индекс относительно силы, который вышел из нисходящего тренда. Если цена удержит эти уровни, прорыв индекса будет подтвержден. RSI поведет цену на новый прорыв с высокой вероятностью. При этом усиливается дефицит предложения. Это все предпосылки для шорт-сквиза, пишет Вилли Ву. А закончить я хочу очень позитивными новостями для Кардана, которые могут привести к тому, что она будет успешно конкурировать с Эфириумом и Бинанс смарт-чейном. Как ты знаешь, я купил Кардана за 70 центов и до сих пор ее держу. У нее будет впереди очень много событий. Сейчас мы ожидаем большое обновление Алонса, которое принесет смарт-контракты в основную сеть Кардана. Все это происходит по расписанию и без задержек. Сейчас Кардана работает над новым клиентом и собственным стейблкоином. А сегодня Чарльз Хоскинсон у себя на канале объявил еще кое-что очень крутое для Кардана. Он сказал, что сеть Кардана станет совместимой с браузерами и смартфонами. Хоскинсон говорит, что это одно из самых серьезных обновлений для Кардана, которое позволит ей успешно конкурировать с Эфиром и Бинанс смарт-чейном на поле смарт-контрактов. Я с ним полностью согласен. Это очень-очень большие новости для Кардана, и я очень воодушевлен этими новостями. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это мотивирует меня на создание нового контента, а каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Продолжение следует...